Как и прежде, меня зовут Чистяков Владимир. Как и прежде, я шиповый ресторан Грациум. И сегодня мы с вами приготовим греческий салат. Да, 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 да. Наверняка каждый из вас задумывался о том, как правильно его готовить. Как его правильно готовить, я не знаю. Но я точно могу сказать, как его готовить вкусно. Поэтому смотрим, запоминаем и не расслабляемся. И для тех, кто не хочет, чтобы я много говорил, я буду говорить, блин, еще больше. Так что... Итак, что нам потребуется? Нам потребуется тарелка. Тарелки у меня глубокой нет. Поэтому сегодня я буду использовать вот такую тарелку. Из ингредиентов нам потребуется перец вкусный. Лучше всего использовать амиро. Нам потребуются огурцы вкусные, обязательно узбекские помидорки. Вот. Возьмем немного орегано. Орегано, как ни странно, сухого в магазине не оказалось. Но, как ни странно, орегано был свежий. Поэтому все как нужно. Возьмем бальзамический перец. Немного лимона. Обязательно красный лук. Немного чеснока. И брынзот. Плюс вкусный оливковый мор. Я возьму. Вот такой вот классный оливковый мор. Для начала мы сделаем с вами заправку. Заправка – это самое важное, что вообще нужно знать о этом салате. Возьмем немного бальзамического крема. Что бы он вообще говорил? Вкусненько. Добавим сюда оливковое масло. Смотрим и запоминаем, сколько нам чего нужно. Добавим сюда свежего орегана. Я возьму, естественно, свой модный ночь. Мелко-мелко проблю листья для орегана. Затем это все. Нашу масло. Сюда же я добавлю немного чеснока. Чеснок, кстати говоря, можно не добавлять. Возьмем немного центра лимона. Обрежем кусочек лимона. Вот такую вот дольку. И выберем фреш. Возьмем ложку. И все это перемешаем. Еще масло. И добавим немного соли. Перемешиваем, но не взбиваем так, чтобы у нас в масле были такие вот капельки нашего бальзамического уксуса. Бальзамического крема. Пробуем. Это сладко. Это прямо. Это вкусно. Хуэт. Отнежем у него фоккер. И порежем максимально крупно. Будем резать вот такими вот треугольными штучками. Режем. Возьмем еще миску. Добавим сюда наш бред. Теперь возьмем перец. И порежем красивый перец. Я взял два разных цвета. Я же с ранней желтой красной, потому что это было максимально красочно. Режем красивыми дольками. Тоненькими-тоненькими красивыми полосочками. Это один из самых ароматных перцев, которые существуют на реке. Не режем кубиком, не режем никак. Режем вот такими вот красивыми слайсиками. Теперь я тоже скидываю нашу миску. Попробуем. Опа. Никогда. Что, может быть вкуснее свежего перца? Ничего. Так. Теперь порежем с вами красный лук. Обязательно должен быть красный. Чистим. Ну а не отрезаем вот эту вот часть с корнем, для того, чтобы нам можно было... У нас была возможность, точнее, красиво наш красивый лук порезать, чтобы он не развалился. Будем резать точно так же с красивыми кольцами. Вот так вот лук. Берем и аккуратно разбираем его на колечки. И скидываем точно так же, в ту же миску. Обязательно вкусные томаты. Максимально вкусные, максимально сладкие. Мы взяли с этого узбекского томата. Режем пополам. Режем. Для такого размера томат режем сначала на 4 части. Об этом каждую дольку разрезаем вот так. Немного наискосок. Опа. Регально. Обязательно нам понадобятся оливки и маслины. Я люблю оливки с косточкой. Точно так же, как и маслина. Я взял маленький, который был доступен в магазине. Не суперкрутые, но вкусные. Возьмем маслину и откроем. Тоже такие же малюки. Вкусно и невероятно. Берем маслины. 4 штучки хватит. Точно так же возьмем оливки. 4 штучки. Если вы любите маслины и оливки без косточки или не хотите, чтобы в таком косточке не было в глазу, используйте без косточек. Наверное, я люблю именно такие. Один из важных ингредиентов, которые нам нужен для нашего салата, это сет фета. Но я буду использовать брензу. Берем. Открываем. И так. Открежем. Такой красивый. слайсик сыра. Ровно на одну порцию. Так. Что мы делаем? Мы добавили уже оливки, маслины, добавили лук с колечками, добавили вкусные томаты, добавили вкусные, невероятно вкусные перцы такими вот штучками. и порезали вот так вот крупно огурец. Теперь берем и добавляем сюда заправку. Столько. Сколько ее нужно. Сами. Я думаю, что вы можете разобраться в том, сколько нужно заправки. Теперь берем и все это хорошенечко вот так вот перемешиваем. Смотрите, какая красота. Аромат безумный. Ммм. Вкусно, невероятно. Сок лимона. Бальзамический уксус. Бальзамический крем. А ребят, потрясающе. Добавим соли. Так. Теперь берем это все. Берем наш тарелку. Оставим сюда для того, чтобы было нахимонно. Берем и выкладываем наш салат в сыр. Выложим в середину. и все остальные ингредиенты аккуратно вверх. И выкладываем в сервер. Стараемся выкладывать максимально красиво в сочную, чтобы все ингредиенты было видно. Выкладываем маслины аккуратно. Аккуратно томаты. Красивые колечки лука выкладываем сверху. выкладываем красивые колечки нашего перца. Так, чтобы это все максимально не грало. Без разницы, какой ориган вы будете использовать. Есть свежий, используйте свежий. Если есть классный сухой ориган, используйте сухой ориган. И обязательно хороший бальсамик. Вкусный. Обязательно оливковое масло. Максимально хорошее. Сок лимона, немного цедры, соль. Если вдруг вам не хватает сладости, можно добавить немного сладости. Если вдруг приборщили вас лимон, чуть-чуть можно добавить чеснока. Чеснок придаст пряности, плотности вкуса всего салата. И это один из важных ингредиентов. Это заправка. Дальше все овощи, которые вы используете для вашего салата, должны быть максимально свежий и максимально сочный. Не жмитесь на томатах, не жмитесь на огурце и перец. Перец должен быть суперсочный и очень спелый. Овощи должны резаться изящно. Лук режьте колечками. Перец режьте тоже тонкими слайсами, кольцами. Огурец и томаты режьте максимально крупно, для того, чтобы все было разных текстур, было вкусно, сочно, ароматно и обязательно красиво не выглядело на тарелке. Если вы можете брать фету, можете брать брензу, без разницы, можете резать ее кусками, можете выложить точно так же, как я выложил одним куском, сверху, снизу, как угодно. Так, чтобы вам нравилось. Запомните. Запомните, блядь, ты что, запомните. Что я говорю? Короче, все должно быть максимально круто, поэтому расслабили булки или наоборот напрягли и готовим. Дальше, для того, чтобы добавить красоты, добавим еще немного бальзамена, возьмем еще немного оливкового масла, перемешаем это все для того, чтобы получились такие красивые капельки. Вот сейчас можно увидеть, как масло вместе с капельками вот так вот это выглядит. Короче, сейчас на тарелке будет видно. Перемешиваем, но не взбиваем, для того, чтобы появились такие красивые капельки. Берем и аккуратно это все поливаем сверху. обязательно берем свежие листы или сухой эрегано и все празднико украшаем. Так, мы получаем с вами вот такой вот прекрасный салат. Видите, о чем я говорю? Катерки, красивые катерки. Вкусно, сочно, ароматно. Поэтому давайте бегите за продуктами и начинаем готовить. На тебе вилку и пробок. конечно. вкусно. Ну я вырежу просто. Мечами. Так вкусно. Блин, ребят, с ума сойти. Как мне повезло. Да, 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 да. Вкусно. Катерки, тебя не похвачили? Кстати, похвали. Просто эта песня. Мне хочется танцевать какой-нибудь греческий танец. Катерки. 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 Знаешь, как танцуются в атаке? Так. Это был танец, я парализовал голубь, да? Как танцуются в атаке? Так это песня или это танец? Просто такой красивый. Он как песня. Твоя. Это пушка. Бомба. Взрыв. Да, да.